Завершается подготовка к регистрации кандидатов на пост главы Чувашия. Сейчас все выдвинутые претенденты собирают подписи муниципальных депутатов и потенциальных избирателей. Предоставить их в Центральную избирательную комиссию кандидаты должны до конца рабочего дня 24 июля. Сегодня в народный штаб Олега Николаева привезли подписные листы со всей республики. Подписи за кандидата собирали волонтеры в народных штабах, созданных во всех городах и районах Чувашии. Сейчас бланки на проверке. Олегу Николаеву необходимо было заручиться поддержкой 263 депутатов местного самоуправления, чтобы пройти муниципальный фильтр. И как самовыдвиженцу ему необходимо предоставить почти 4,5 тысячи подписей сторонников. В поддержку нашего кандидата пришли к нам в народный штаб 7300 жителей Чувашской республики и отдали свои голоса в поддержку кандидата. Еще 1100 человек через онлайн проголосовало тоже в поддержку Олега Алексеевича. Это очень здорово. Народный штаб продолжит свою работу. Здесь можно получить полную информацию о кандидате и о его программе. О последних событиях в ходе избирательной кампании. Заработал и сайт сторонников. Там опубликованы все адреса народных штабов по всей Чувашии, где можно задать вопрос кандидату, оставить свое мнение или пожелание. До 24 июля пройти муниципальный фильтр и собрать подписи сторонников должны еще 11 кандидатов. Напомним, что на пост главы Чувашии намерены баллотироваться от КПРФ Александр Андреев, от ЛДПР Константин Степанов. Партия «Патриоты России» выдвинула Сергея Матвеева. Пенсионеров России представляет Николай Степанов. С самовыдвиженцами идут на выборы адвокат Николай Коклейкин, предприниматель Андрей Ильдеменов, блогеры Юрий Шакеев и Максим Чепель, безработный Роман Васильев и Петр Петрянкин и журналист Юрий Сидоров. Кто из них будет зарегистрирован в качестве кандидатов и продолжит предвыборную гонку, станет известно через 10 дней после подачи ими документов на регистрацию в Центр избирком Чувашии. Татьяна Молокова, Павел Иритков, Республика.